Ну что, как обычно, понедельником в 11.05, или примерно в это время, минута плюс, минута, минус, мы начинаем рассказ о главных событиях ушедшей недели в области виртуального. Подводим итоги, расставляем акценты и делаем некий такой хит-парад, топ-лист наиболее интересных событий этой самой ушедшей недели, последних 7-8 дней, в области мобильных сетей, цифрового пространства, в области интернет-коммерции, ну и так далее. Меня зовут Максим Спиридонов, а гости выпуск Александр Амзин, основатель медиа-консалтинговой компании «Алекс и Алекс». Привет, Саш. Привет. И Антон Меркуров, эксперт Института государственных идеологий. Доброе утро. Доброе утро, Антон. Значит, для вас, коллеги, и для наших слушателей, объясню еще раз, значит, что мы говорим о 8 наиболее интересных событиях, так вот мы традиционно сложилось, выделяем именно 8, 3 из них мы обсуждаем подробно, а 5 в экспресс-режиме. Значит, вот те самые 3, которые подробно, я сейчас их проанонсирую, потому как о них будем говорить в основной части передачи чуть позже. Первое. В «Одноклассниках» появились онлайн-магазины. Поговорим о новых возможностях и перспективах, которые открываются перед соцсетью с введением этого сервиса. И в целом попробуем понять маркетинговый рекламный потенциал для бизнеса этой одной из крупнейших соцсетей Рунета. Второе. Разговор пойдет о том, что бизнес-инкубатор «Рокет Интернет» получил ни много ни мало полмиллиарда долларов в качестве инвестиций. Обсудим, на что могут быть направлены эти деньги и коснется ли это Рунета. Каковы перспективы модели бизнес-инкубаторов вообще? Тоже этот вопрос, надеюсь, успеем затронуть. Ну и в завершении выпуска программы поговорим о забытом, как казалось многим, продукте РБК интернет-портале Кип. На минувшей неделе появилась новость о том, что он будет серьезно обновлен и перезапущен. Сможет ли модернизация помочь Кип стать одним из ведущих игроков Рунета? Это был главный анонс главных новостей. А сейчас, как обещал, будет обсуждение в экспресс-режиме. Сенатор Руслан Готаров попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить деятельность компании Google. По мнению сенатора, в пользовательских соглашениях, которые компания заключает с гражданами, есть пункты, которые противоречат российской институции. Речь идет о передаче третьим лицам личных данных россиян. Кроме того, по словам Готарова, Google на протяжении многих лет уклоняется от уплаты налогов в России. Это системная какая-то работа по Google страны государства, Антон? Во-первых, в пользу случаем хочу передать привет Руслану Самановичу Готарову. Вращаете барабан? Да, вращаю барабан. Мне кажется, во-первых, Google выиграл в суды в кучу-кучу стран на тему того, что поиск и соглашения соответствуют законодательству Калифорнии, если не ошибаюсь. Во-вторых, государству сейчас надо за что-то цепляться, чтобы как-то доказать свою значимость и доказать свою видимость. Вот и придумывают разные истории, чтобы зацепиться за ту или иную компанию. А Google, как большая компания, имеющая большое подсражение на рынках разных стран, и, по-моему, только в Китае они что-то поменяли, будет активно упираться и дальше. Собственно, Россия не первая страна, с которой столкнулся Google. Google реально опасен для России? Я уверен, что нет. Мне кажется, что... Руслан Гатаров вообще очень неоднозначный человек, когда он соприкасается с интернетом. Было множество разных инициатив и случаев, связанных, насколько я помню, с подретушированными фотографиями, еще чем-то. Но я сейчас хочу сказать не об этом. Я хочу сказать о том, что действительно в Конституции Российской Федерации есть статьи 23 и 24, которые подразумевают защиту личных граждан. Ну, личных данных граждан. Достаточно жесткую защиту. Возможно, он ссылается именно на эти статьи Конституции, хотя все время говорит просто про Конституцию. Ну, окей. В общем, одним словом, посмотрим, будет развиваться. Но похоже, что там инициатива сверху, потому что, в конце концов, господин Гатаров это выходец из Молодежного отделения, а потом просто Единой России. Молодежное отделение Единой России. Значит, едем дальше. Роскомнадзор отказался лицензировать скайп. Вот такой вот неожиданный выпад со стороны Роскомнадзора. Неожидаемый, я так полагаю, мобильными операторами. По сообщению газеты «Ведомости» в ответном письме компании МТС замруководителя надзорного ведомства Олег Иванов заявил, что поскольку скайп не имеет филиалов в России, госконтроль за работой компании невозможен. Вторым аргументом отказа от необходимости лицензирования стало то, что услуги, оказывая мессенджером, не входят в перечень услуг связи, подлежащих лицензированию. Казалось бы, логично было ли государство, Антон, скайп-то поприжать, нет? Наверное, может быть и логично в силу разных обстоятельств, но вот эта новость, когда хочется сказать, ну, наконец-то отстали и не докапываются. Потому что, как обычно, мы обычно обсуждаем все в формате, там, министерство такое-то хочет лицензировать вот это. Сейчас давайте там блоги как СМИ, это как воздух, как еду там и так далее. Ну что лицензировать? А тут, наконец-то, ведомство большое крупное признало, что вот да, мы не полезем, потому что это не совсем наше. Саш, может они ошиблись просто? Нет, мне кажется, просто у операторов не хватает ресурса по лоббированию, как это не смешно звучит. Вот у скайпа хватает в России ресурса по лоббированию. Нет, подожди, подожди. У скайпа есть сейчас хозяин Майкрософта. Это одна из самых законопослушных IT-компаний в России. Как только министерству потребуется или другим госорганам, чтобы они лицензировали что-то, они пойдут однозначно на это. Здесь нет никакого выбора. Это вопрос просто кто-то пробьет, кто-то не пробьет. И вопрос того, как договорятся. В ФСБ сливают инфу, и все спокойны, можно не лицензироваться. Едем дальше. Фонд развития интернет-инициатив стал принимать заявки на финансирование. Подать заявку на сайте фонда может любой желающий. Всего за три года планируется вложить 6 миллиардов рублей в примерно 400 инновационных проектов. Надо сказать, что, по словам руководителя фонда Кирилла Варламова, эти 6 миллиардов это частные деньги, они не были выделены из бюджета. Смотря на то, что фонд был создан, напомню, по указанию Владимира Путина, который сказал, что у нас в интернете денег, видимо, не хватает. Ну или что-то подобное. Антон, как твои ожидания от подобного рода в Ливане? Говорят, все уже начинают работать, деньги даются достаточно быстро. Это как минимум. Ожидания, ну тут же, как в любой стартап-индустрии. Посеешь ты много, а вот сколько пожнешь, не очень понятно. Надеюсь, что государственная часть не сильно повлияет на качество. Принято считать, Саш, что господин Путин не очень разбирается в интернетах и, как следствие, наверное, фонд, который организован по его непосредственному распоряжению, тоже, по идее, не должен быть особо экспертным. Или? Мне кажется, здесь проблема в другом. Проблема в том, что 400 инновационных проектов проинвестировать в течение трех лет, это реально очень сложно. Оценка, договор и так далее. А во-вторых, мне кажется, что чем больше денег стартап-индустрии, тем хуже, потому что стартапам должно не хватать денег. Ослабляются? Да, да, да. Когда на них проливаются 6 миллиардов рублей, ну не знаю. Окей. Едем дальше. Павел Дуров объявил о проведении конкурса по созданию мессенджера, работающего по закрытому протоколу. Протокол имеет название MT-Prot. На данный момент проводится отбор желающих участвовать в конкурсе. Знаешь, Антон, мне кажется, что в последнее время, как вот все время в несколько лет назад в Европе, поветрие на биопродукты пошло. Вот то, что стало модно покупать экологично. Вот так в последнее время начинается поветрие на защищенные протоколы связи, на шифрование данных и все прочее. Создатель Pirate Bay опять же делает свой мессенджер. У меня тут только... И Ким Дотком, знаменитый товарищ, который проект мега рулит, и до этого мега-аплоуд, огромный файл-хостинг держал. Да. Реакция на вот последние скандалы, связанные с Prism и со Snowden, понятно, что все хотят как-то защититься от кого-либо, в том числе и спецслужб, с одной стороны. С другой стороны, меня только одна вещь смущает. Это количество мессенджеров, которые плодятся в моем, в данном случае, телефоне. И там я обязательно буду пользоваться чьим-нибудь продуктом, потому что мне тоже не хочется, чтобы мы переписку смотрели. Но это будет вот один продукт, и я не уверен, что, по всему, от уважения к дуру, что это будет его мессенджер. — А ты как смотришь на это? — Я смотрю на это как на аномалию. Дело в том, что вопрос защищенности личных данных, когда тебя спрашивают, хочешь ли ты защищать свои личные данные, ты, конечно, говоришь, да, но на самом деле не пользуешься этими вещами. — Есть такое. В общем, народ на самом деле на инвестии не очень хочет. И, наконец, последнее. Реальная новая служба обязала торговые компании выдавать покупателям кассовые чеки на время покупки, которые должны совпадать с реальным. Это приведет к тому, что интернет-магазинам придется оснащать кассовыми аппаратами всех своих курьеров. Вот тебе и новость. Мне кажется, что это очень сильно повлияет на электронную коммерцию России. — Ну, если только на доставку водки. Есть же сквейеры какие-то, которые прокатывают карточки прямо на телефоне. Носить с собой много представителей курьеров интернет-магазинов, носят с собой кассовые аппараты. То есть это решается. — Ты думаешь? — И плюс повышение... — По моим наблюдениям, так, что много. Увы, надо заканчивать. Мы завершили экспресс-обсуждение и в скорости продолжим говорить уже про одноклассников. Ну что ж, до выпуска новостей мы завершили экспресс-обсуждение. Ряда важных новостей, вышедшей онлайн-недели. А впереди три блока программы, как говорил с новостями, которые мы посчитали, нужно обсудить подробно. А в рамках подготовленных нами новостных сюжетов перед следующей новостью задам такой вопрос. Коллеги, закономерно ли то, что одноклассники, социальные сети одноклассники, сегодня только вторая по аудитории социальной сети Рунета, а если посмотреть с точки зрения пиара, то она, похоже, вообще уступает. Не только ВКонтакте, в котором уступают и по аудитории, но и Твиттеру, и Фейсбуку. Не находите, что это так? Ну, справедливо это или нет? Да. Мне кажется, это странно, потому что, на самом деле, большие усилия Майлрус делала, чтобы одноклассники вытянуть. Там неоднократно меняли команду, неоднократно наливали, ну, как-то пытались активность там разбудить. Видимо, разбудили. С одной стороны, с другой стороны, подобные аналоги на Западе. И вообще, вся эта история с поиском одноклассников и история с таким количеством разных социальных проектов, она только для России характерна, насколько я понимаю. Вообще, кстати говоря, задуматься одноклассники, мне кажется, это проект, хотя и очень эффективный, на первых годах существования интернета, но потом сама суть его исчезнет. Потому что, ну, вот еще чуть-чуть, и дотянутся все люди пожилого возраста, для которых призыв «найди одноклассника» понятен и, в общем, работает. А молодежь, которая будет постепенно входить в цифровое пространство, она будет входить уже, оцифровываясь буквально там с первых лет жизни. Им не нужно будет искать одноклассников. Они и так будут с ними в ВКонтакте, в Фейсбуке, в других социальных сетях. Не находишь, Саша? Мне кажется, вопрос неправильно поставлен. Дело в том, что одноклассники — это необычная социальная сеть. Не та сеть, которую мы... Когда мы говорим о социальной сети, мы говорим о том, что вот у нас есть, допустим, Фейсбук или ВКонтакте, и мы можем оценивать в них контент, которым делятся наши друзья. Ну, условно очень, да. Одноклассники всегда использовали, пытались использовать и сейчас особенно, да. Их стратегия развития заключается в том, чтобы уйти вот от этих различных вещей, исключительно таких лайковых, да, чтобы внутри сети организовать некие товарно-денежные, на самом деле, отношения. Потому что социальная сеть, это же не обез... Она не ограничивается парой-тройкой каких-то отношений. У нас существует, у людей существует гигантское количество отношений друг с другом, которые до сих пор еще не виртуализованы. Поэтому, кстати говоря, вот о том, что они сейчас сделали, это чрезвычайно логично. Об этом успеем поговорить. Подожди, уточни, если ты имеешь в виду под товарно-денежными отношениями, мне кажется, что прежде там такое было, в одну сторону товарно-денежность. То есть, в виде товара получались всякие лайки, смайлики какие-то заанимированные и прочее. Сомнительный, в общем, товар. А деньги происходили с стороны пользователей в адрес, собственно, соцсети. Абсолютно точно, за исключением того, что это абсолютно несомнительный товар. Это прекрасная и бизнес-модель, как мне кажется, и прекрасное понимание того, что ты оцениваешь постоянно других людей, ты как бы ходишь к ним в гости, они обижаются, если ты с ними не связался. То есть, это просто социальная сеть с другими социальными отношениями, не с такими, каким привыкли активные потребители контента. Одноклассники вообще не про контент и не про сообщения. Одноклассники — это как раз про, условно говоря, обмен улыбками. То, что улыбки монетизировались, да, это нормально, естественно, им на что-то надо жить. То, что аудитории отличаются у одноклассников, скажем, и ВКонтакте, двух крупнейших социальных сетей, несомненно. Ну, так ли это, мне кажется, что этот вопрос можно дискутировать. Однако, сейчас все-таки послушаем про поход одноклассников в электронную коммерцию. Социальная сеть Одноклассники совместно с проектом товара Mail.ru запустила сервис магазины. Инструмент дает возможность создавать свои онлайн-магазины в рамках сообществ соцсети. На данный момент сервис работает в бета-версии. То есть, если продолжать твою мысль, Саша, да, по сути, это такой маркетплейс, иными словами, онлайн-барахолка, глубоко интегрированная в социальную сеть, которая логично продолжает те тенденции, которые ты, говоришь, видишь до того. Да, да, обычно, я еще раз вернусь, обычные социальные сети торгуют контентом. Одноклассники начинали с того, что торгуют эмоциями. Сейчас они переходят на реальные товары. Я, кстати, не уверен, что это логичное продолжение, я не уверен, что это хорошо подхватится, потому что для торговли товарами необходимо иметь привычку покупать товары через интернет, а стареющая аудитория одноклассников, возможно, не будет этим заниматься. По поводу привычки я сделаю акцент, хочу чуть позже к этому вернуться. Антон, ты как прокомментируешь это событие, этот релиз? С одной стороны, логично, потому что надо как-то, когда мы уроку пили одноклассники, долго-долго работали и сейчас работают, насколько я понимаю, по интеграции тех или иных сервисов Mail.ru в, собственно, сам продукт одноклассники. И в данном случае появление одного из крупнейших разделов товара в виде возможности как-то тем или иным магазином быть представленным на одноклассниках, это логичная тема, с одной стороны. С другой стороны, я всегда, когда про бизнес, социальные сети разговариваю, я напоминаю, что социальные сети это все-таки про людей, особенно когда это general interest, когда это не социальная сеть про покупку товаров. И как там одежда, электроники, неважно. И тут всегда есть вопрос, что когда ты там сидишь и жмешь лайки, даешь улыбки, неважно, потребляешь контент, есть ли у тебя в этот момент настроение, поведение, чтобы идти что-то покупать? Потому что когда ты хочешь что-то купить, ты набираешь, хочу купить то-то, то-то. У тебя там распредложение. Ну да, ты фактически озвучил главный тезис скептиков на тему возможности бизнес-электронной коммерции о том, что это два разных паттерна поведения. Одно, общаться как-то вот... Бренд-эворнос опять же есть, вспоминая, собственно, зачем нужны социальные сети и бизнес, что когда ты там с брендом как-то коммуницируешь, то есть не идешь что-то покупать, а просто развлекаешься. Ну да, еще мне нравится какая-то версия одного диджитал-макетолога о том, что люди лайкают бренд для того, чтобы таким образом протегировать себя, обозначить свою, как бы сказать, жизненную концепцию. Я лайкаю Мерседес, там, не знаю, Гуччи и что-то там, Сарбакс, и вот я хипстер. Ну, может быть, там Мерседес лишний в этом всем, там, не знаю, Apple-то, значит, вместо Мерседеса. Привычка. Саша сказал, я хочу на этом обратить внимание. Помните, в начале появления одноклассников фактически привычку регистрироваться в социальных сетях и вообще в сервисах таковых, собственно, одноклассники и воспитывали. И во многом, это общепризнанно, социальная сеть одноклассники первая стала людей заставлять продираться через логику интерфейсов программных прежде, когда многим это не приходилось делать. То есть одноклассники были ликбезом входа в социальную сеть, ликбезом регистраций в социальных сервисах и вообще интернет-сервисах. Может быть, получится так, что они сделают ликбез полидронной коммерции внутри вот этого проекта? Саша. Ну, они к чему-то такому и стремятся, насколько я понимаю. У них, например, был очень успешный ход по выкладке проигрывателей музыки, который фактически дает возможность... Как одноклассники, понимаешь, одноклассники — это портал наоборот. Вот. Портал сначала заявляет, что у нас есть все, и начинает привлекать аудиторию. Одноклассники сначала говорили, что у нас есть ваши одноклассники и эмоциональная связь с вашими одноклассниками, а потом стали, так как ты оттуда не уходишь, постоянно общаясь со своими друзьями... Кто бы ты оттуда не ушел. И так тоже. Они начинают добавлять сервисы, направленные на потребление контента. Ну, я не знаю, какие у них следующие шаги, да, но человек явно хочет что-нибудь потребить, пообщаться с кем-нибудь, он хочет что-нибудь купить, да, и так далее. То есть это все логичные шаги. Если они запустят телевидение, например, я не удивлюсь абсолютно. С первым каналом причем. Ну да, что-то такое. В Твиттере Максим Спиридонов, в моем личном Твиттере, мы перечисли к своим вопросам по ходу движения программы, мы спросили там, какие товары вы стали бы приобретать в соцсетях, почему именно там? И вот такие вот ответы я сейчас наблюдаю. Странное место для покупки товаров, но, например, билеты в кино для похода с друзьями. Ну да, вот что-то такое комьюнити-образующее может быть. Далее ответ. Если продавец сама соцсеть, то никакие. Не доверяю свои платежные данные. Хотя странно, мне казалось, соцсеть так раз можно доверять, а вот платежные данные доверять кому-то третьему, это было бы более небезопасно. Еще ответ. Нишевые продукты, например, недоступны на Озон и Энтере, потому что могут быть все нишевые в магазине в одном месте. Кстати говоря, нишевые продукты – интересная мысль. Там какие-нибудь фермерские продукты, продаваемые конкретным человеком, вот его профайл, он живой, да? То есть... Ну, это Facebook для тусовочек. Это Facebook, где есть активно, разными способами платящие аудитории, которые как раз интересны какие-то нишевые товары. То есть тут вот как раз, что-то могут быть нишевые товары, но есть сомнения. FMCG, да, стиральный порошок быстрее продать, чем одноклассники, чем хипстерскую подайкушку. Надо сказать, что мы просили комментарии по пресс-службам ЛРУ. Их комментарий был довольно такой обтекаемый. Даже не буду засчитывать его полностью. Он довольно длинный, не особо информативный. Есть впечатление, что они сами не очень пока понимают возможную значимость этого проекта. С одной стороны, теоретически, вот эта электронная коммерция может стать одним из мощнейших стимулов дальнейшего развития и, в общем, огромным источником притока кэша. Вполне себе солидного. С другой стороны, это может быть просто пшиком. Ну, то есть так, что-то там пошуршали, не получилось. А ладно, забыли. Поэтому, видимо, такой обтекаемый комментарий. Однако, для продвижения товара в соцсети уже вводятся кнопки «Я хочу и у меня есть». Это вот по аналогии с «Мне нравится», да, вот, лайк. «Я хочу и у меня есть». То есть фактически одноклассники в предельном варианте развития этой платформы электронной коммерции могут стать, ну, чем таким вот предельно коммерциализированным. И где вот приверженность каким-то брендам, своей ассоциативной с брендами, желание или нежелание иметь те или иные вещи станет одним из важнейших факторов, которым характеризуется каждый из пользователей, верно? Да, я хотел сказать тут две короткие вещи, да. Одна, то, что, возможно, это новость не про одноклассники, а про товары Mail.ru, вот, которым нужна большая-пребольшая площадка, да, более-менее платежеспособная аудитория. А вторая, это то, что, на самом деле, если подумать, существует множество социальных событий, которые заставляют тебя совершать покупку. Например, день рождения или день свадьбы. И возможность купить это для своего друга, который, допустим, нажал «я хочу», это вполне себе такой нормальный генератор, да, покупок, который можно совершить абсолютно без выхода из любимой... То есть, на классике могут стать просто еще с сервисом виш-листов, таких вот листов желаний для тех или иных событий. Да, безусловно, конечно, конечно. Ну да, интересно. В общем, будем наблюдать за этим событием вокруг этой истории. Во многом одноклассники действительно здесь, хотя и не впереди планеты всей, однако развивают направление весьма любопытное с точки зрения потенциала, потому что вопрос почти гамлетовский. Возможности социальных сетей с точки зрения коммерции, он все еще открыт. Людей там много, а денег там оттуда получается не то чтобы. Однако, по сожалению, скажу, что есть уже примеры, уверен, что Антон хорошо их знает, человек, который соцсетями занимается. Есть примеры удачного использования соцсетей, в том числе электронной коммерции уже. Как бы ни говорили многие электронные магазины о том, что вот, мол, не работает. Верно? Да, но посмотрим, как оно будет развиваться, потому что так тоже комментировать. Согласен. Через пару минут вернемся, чтобы обсудить внушительные инвестиции в крупнейшую Европу бизнес-инкубатор, куда пойдут полмиллиарда долларов и коснется ли это нас с вами. Продолжаем. Родина сегодня, от 15 июля 2019 года, мы звучим от 99.6 в Москве, либо на финанс.фм, если вы слушаете нас в онлайне. Также напомню о возможности, да что там возможности, необходимости подписываться на ленту подкаста Рунет сегодня. Это можно сделать также на сайте финанс.фм, либо в iTunes, набрав Рунет сегодня. И после этого вы будете не пропускать, не пропустите ни одного эпизода программы, надеюсь. Таким образом будете всегда в курсе всего важного, происходящего в области интернета, электронной коммерции, социальных сетей и так далее. Меня зовут Максим Спиридонов, гости выпуска. Александр Амзин, основатель медиа-консалтинговой компании Алекс Алекс, Антон Меркуров, эксперт Института государственных идеологий. Коллеги, как вы считаете, эффективна ли модель бизнес-экубаторов для предпринимателей, развивающих или планирующих свои проекты? Почему, если эффективна, почему, если неэффективна, в каких случаях, Антон? Ну вот, если в контексте новости, то господин Головатник известен уже давно своими интересами в области IT-интернета, видимо, подхватил это у коллег по цеху, который... Такая фраза, подхватил коллег по цеху. Из списка Forbes, там... Как инфекционное заболевание. Да, топ-15. Ну, были же разные отрасли, там, металлургия, газ и так далее. Вот теперь интернет. Насколько эффективно, ну, смотрите, всегда надо смотреть... Интернет в любом случае круто, потому что сейчас нам есть куда развиваться, есть куда расти, пока там мы еще не полные киборги, у нас перспективы роста в любом случае хорошие. Но объемы этого успеха прогнозировать всегда очень сложно. Ну, вот еще раз, бизнес-инкубатор. То есть, когда некая компания предоставляет инфраструктуру, некоторые деньги и вроде как помогает развиваться проектом, это полезно проектам? Или лучше пускай сами растут как трава, преодолевая возникающие проблемы? Ну, экспертиза-то нужна. Вся эта стартап-культура, все эти инкубаторы, они создают экспертизу, инфраструктуру, создают кучу-кучу вещей, которые по идее, по идее, я, честно говоря, не знаю, как это работает на практике, как-то небольшой стартапер, но по идее же должно облегчать путь от какой-то идеи до реализации. Более того, за какие-то разумные деньги, там 50, там 100 тысяч долларов, можно достаточно все быстро протестировать и дойти до того момента, когда сказать, знаете, не получилось, не склалось, закрываем. То есть, обработать цикл от появления идеи до появления продукта и убеждения в том, что он не работает, что на самом деле за какие-то разумные деньги не тратят, а некоторые тратят на это миллионы и десятки миллионов долларов, чтобы понять, что ничего не получилось, то, в общем-то, идея-то хорошая. Хорошо. Как ты относишься к бизнес-клубаторам, Саша? Я к ним не отношусь. На самом деле, я считаю, что это, конечно, полезно, но далеко не для всех. Например, если взять какие-то, если взять 100 стартапов каких-нибудь, то, наверное, процентов 70 стартаперов на самом деле не хотят свой бизнес, они хотят с одной стороны показать, какую они классную идею придумали, а с другой стороны они хотят работать, скажем, в Google. Я скажу тебе больше. Очень многие стартаперы, так называемые, это вот молодые люди, одержимые какими-либо идеями, они хотят делать проекты, они хотят говорить об этом. Или еще вариант, как я видел одно вот описание проекта, будучи сам, кстати, говорить, часто привлекаемые всякие экспертные комиссии или просто разговоры о обстоятельности трежных проектов, вот пожелания стартаперов это не там такие-то деньги или там такие-то возможности, такая-то экспертиза, а вот буквально цитирую то, что я видел в одном из инвестиционных предложений, это офис-центры, макбуки и молотый кофе. Вот реально люди этого хотят. То есть они играть хотят, на самом деле, предпринимательство и без инкубатора в каком-то смысле. Я провоцирую, конечно, сейчас. Они помогают им вот это играть, не давая им ну оказаться один на один со средой. С молотым кофе и макбуком. Да, который куплен на свои деньги. И вот и вопросом, нужно ли покупать на свои деньги молотый кофе и макбуки? Мне кажется, все-таки, наблюдая как бы историю разных стран, что если, опять же, есть возможность, потому что иногда бывают случаи, когда вот ну не до молотого кофе и не до макбука и... Скажите, когда развиваешь на свои, часто, практически всегда так. Да, часто, практически всегда так. И если есть какая-то инфраструктура, вот опять же, возвращаясь к предыдущей, к новости, которую мы обсуждали про фонд развития интернет-социатив. Если молодая команда с хорошей идеей может быстро, насколько я сказал в Москве, кстати, это происходит быстро, показать свою идею и получить взамен те самые макбуки, растворимый кофе, офис, ну может быть, не в центре, чтобы быстро включиться в работу и быстро начать работать, это круто. В моей молодости такого не было, например, и может быть, это вот всю жизнь изменило. В этом слышится, но мы не пожили, пусть хоть дети поживут. Да, да, да. Сейчас про 500 миллионов долларов, которые будут влиты в новые онлайн-проекты. Немецкий бизнес-инкубатор Rocket Internet получил полмиллиарда долларов от фондов Access Industries и Kinevik. Как сообщается, деньги пойдут на международную экспансию инкубатора. Access Industries принадлежит американскому миллиардеру с российскими корнями Леониду Блаватнику, а BK Nevik является шведским инвестиционным фондом, довольно известным, инвестирующим в разные, также заметные проекты. Значит, получены деньги эти, получены братьями-замврами. Если кто знает, это, собственно, идеологи Rocket Internet, немецкого инкубатора, основатели-идеологи. Как думаете, на что пойдут деньги? Какие ниши, какие страны? Вообще, если бы вы находились на месте сейчас этих братьев-замвров, сидящих в Берлине, их там штаб-квартира, получили 500 миллиардов долларов, 500 миллионов долларов, пардон, как бы вы ими распорядились? Сейчас Россия, одно из направлений возможных инвестиций, там, не знаю, Латинская Америка, популярная, да, Юго-Восточная Азия. Антон, ты бы как, куда смотрел? В какие ниши, так скажем, и в какие страны? Страны, понятно, Бразилия, Индия, Китай. Россия не смотрел бы. Россия, вы знаете, честно говоря, российский рынок очень тяжелый в силу своей локальности. То есть, когда ты делаешь продукт в условной Великобритании или в условной Америке, ты делаешь его на несколько больший рынок, сразу задумываешь, нежели чем ты его делаешь для России, потому что здесь все идет как-то своим особым путем. Вот сколько я наблюдаю интернет и сколько мечтаю, чтобы российский интернет был такой более западный и более простой. Всегда все идет, вот даже в социальных сетях здесь, не столько, сколько на Западе. с другой стороны, сейчас модная тема, что... Избыточно много. Да, избыточно много. Носимые всякие устройства, всякие браслеты, всякие датчики, которые так или иначе нас социализируют уже без нашей помощи. Еще какие-то вещи. Ну, говорить про мобильные там и про платежные вещи достаточно скучно, наверное, но вот датчики какие-то еще. Ну и вообще и в разных странах, и в разных областях. Потому что мы еще... Вот я Google приведу в пример. Когда появлялся Gmail, все ходили и крутили пальцем у виска. Ну вы что? Ну что в электронной почте можно нового придумать? Казалось бы. Появлялся когда Mailbox недавно, приложение для iPhone с потрясающей маркетинговой компанией по инвайтам. Ну вот ребята в области почты сделали некую инновацию. Поэтому говорить, какая область пойдет, переизобрести велосипед сейчас можно. Что тоже, кстати, с учетом появления всяких там аккумуляторов достаточно актуально. Здесь дам небольшую справку для того, чтобы наши слушатели тоже были в контексте. Что такое Rocket Internet? Значит, бизнес-инклубатор Rocket Internet был основан в 2007 году в Берлине братьями Замверами. Компания взрастила такие проекты, как датинговый сервис и Darling, довольно крупные и заметные на Западе. Купонный сервис, Groupon, сейчас он является частью Groupon, но до этого он, боюсь, как назывался. В общем, это был крупный очень купонный сервис. Один из крупнейших в Германии и сделка была действительно громкая. Значит, топ-тариф онлайн-магазины одежды, обуви Золанда и Ламода. Кстати, российский Ламода. Это продукт, собственно говоря, Rocket Internet. Ну, и африканская и коммерс-компания Jumia и так далее. В общем, их много на самом деле. То есть, не все там заметны и понятны. Но масштаб эти компании, вот если Ламода многим тем, кто покупает в интернете, говорит, что это, в принципе, один из заметных таких вот игроков сильных электронной коммерции России. Другие названы, они не менее серьезные и велики, а еще, пожалуй, и более. Значит, тебе прощу вопрос, Саш. Вот если бы ты находился на месте руководителя инкубатора, куда бы ты направлял инвестиции, в какие страны, в какие ниши? Сколько там полмиллиарда долларов? Мне нравится. Ты уже расписал, да, я смотрю на... Да, я расписал. Ну, во-первых, я бы не стал вкладывать, именно вкладывать в Россию. Вот. В Россию... Чтобы приговорили прямо на что-то такое. Подождите, подождите, подождите. У меня свои планы на Россию. В Россию и страны СНГ я бы там искал подрядчиков и перспективные команды для развития европейских, американских и других требующих расширения компаний. Далее, я бы инвестировал не в крутые инновационные проекты, а в проекты, которые абсолютно точно могут... нацелены на получение денег, да, или очень хорошо монетизируются. Это те же дейтинговые сервисы, это сервисы, связанные, не знаю, с мобильной рекламой и так далее. За образец я бы взял, Бариса Мейер, которая Яху сейчас возглавляет, да, и... Она порнуху оттуда убрала! Подожди... Из тумбра? Да! Но она, она сделала... Но это не самое страшное, все-таки. Да. Она взяла помирающую компанию и накупила кучу мелких стартапов, которые... в которых работали люди, которые знают свое дело. И эти стартапы она фактически позакрывала, а теперь эти люди работают в Яхе, и они работают именно на компанию. То есть это как это называется? Акью-хайрин, по-моему. Есть такой термин. Да, да, да. Это трудоустройство через покупку компании, грубо говоря. Да, 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 да. Я бы поставил на вот такую вещь, а суммы значительные я бы влил уже либо в существующие, либо в традиционные сервисы, которые либо показывают хороший рост, либо точно вырастут. Это были бы именно неносимые устройства, может быть, даже не обязательно какие-то мобильные прорывные. То есть e-commerce, который кругом мы обсуждаем, и, собственно, у которого есть опыт этого фонда как раз. А российский опыт похода в подобную историю, я сознательно к этому шел. Есть некий, если не клон, то, по крайней мере, прямая копия, очень похожая на Rocket Internet в России, компания называется Fastland Ventures, как вам кажется ее перспективы как бизнес-инкубатора, как некой работающей модели, повторяющей успешную берлинскую историю, они каковы? Антон, ты как думаешь? Я думаю, перспективы всегда есть, они хорошие, и в итоге всегда надо смотреть. Мы всегда обсуждаем такие вещи где-то посередине или в процессе каких-то не всегда, например, хороших новостей, или, например, хороших, что делает переоценку, а в итоге надо смотреть, с чего начали, то есть, предположим, потратили там XXX долларов. Прошло три года, было, может быть, сотни неуспешных проектов, и там два успешных, но если в конце отчетного периода сумма превышает изначальные инвестиции, и на этом получилось заработать, и сделать что-то крутое, значит, ребята сделали все хорошо. То, что перед этим было там сто неудачных проектов, это абсолютно не важно. Главное, чтобы там вот те самые один или два, которые окупят все остальное, или там десяток, которые по чуть-чуть, но тоже создаст какую-то вменяемую сумму, если это все будет успешно, значит, все сложится. Все верно, мы смотрим с той точки зрения, которую можно смотреть, то есть с точки зрения сегодняшнего дня, а историческая перспектива покажет правоту конечно же. С точки зрения сегодняшнего дня у всех есть потрясающие шансы, и все в той или иной степени успешные. Так очень так обтекаемо ответить. С точки зрения сегодняшнего дня у каждого есть шансы стать президентом планеты. Ну, теоретически это у каждого есть? Да, теоретически есть. Хорошо. Блин, ну, не ответишь по-другому. Цама модель, которую используют как Rocket Internet, кстати говоря, как правило, так и Fastland Ventures, они в этом смысле одинаковые, модель копирования в основном сервисов, то есть создания не оригинальных, а копирования, она перспективна, как ты считаешь, Саш, или лучше делать оригинальные сервисы? Вопрос такой исторический во многом. Они делают все правильно. Я хотел просто сказать... Одну только вещь сказать. Дело в том, что вот, если мы говорим о России, то у нас есть такая традиция заниматься инновациями в тучные годы. А у нас скоро август. Мы продолжим после новостного блока от коллег. Впереди нас ждет рассказ о новых планах надежды корпорации РБК. В онлайне, в частности, речь пойдет о портале КИП и его перспективах. Ну что ж, есть еще одна тема, которую мы обсудим. Тема, как и прежняя, в плоскости подведения итогов в ушедшие недели в области онлайна, то есть выделения главных, наиболее интересных новостей и обсуждения их возможностей и перспектив. Рунет сегодня, 22 июля 2013 года. Мы звучим на финанс.фм либо на 99.6 в Москве на, опять-таки, FM-чистоте. Напомню, также возможность слушать нас в подкасте. Меня зовут Максим Спиридонов, гость и выпуск Антон Меркуров, эксперт Института государственных идеологий, Александр Амзин, основатель медиакослантовой компании Алекс и Алекс. Коллеги, как вы считаете, можно ли сейчас развить и вывести на уровень ведущих игроков Рунета интернет-портал общего профиля? Ну, вот, типа Рамблер там, ну, отчасти, конечно, ну, скорее Мелру. Вот можно или нельзя, Антон? А можно сначала, Саша, ответить на этот вопрос? Я понимаю, что ты подводишь к новости. Да. Так что... Нет, я хочу сначала... Да, можно. Как я вот уже говорил в обсуждении, по-моему, предыдущей новости, можно переизобретать велосипед. Есть всегда, абсолютно, если есть какая-то очень крутая идея и очень понятные там способы этого построения, какие-то понятные хотя бы создатели этого дела, то всегда шанс есть сделать сейчас новый там Мелру. Всегда можно. Твоё мнение, Саша? Сложно сказать. Дело в том, что нет такого понятия портал общего профиля, потому что они все вырастали из чего-то там условно... Яндекс из поиска, мейл из почты. Да, если придумать какую-то штуку, которая не то, чтобы не занята, а за которой стоит привычка огромной аудитории, ну, я не знаю, смотреть первый канал, да, то... Забить ему первый канал, и это не получилось. То из этого можно что-то сделать. Ну, хорошо. Сейчас про ставку, которую, похоже, планирует сделать РБК. Портал Кип, принадлежащий медиахолдингу РБК, будет существенно обновлён. В ближайшее время будут модернизированы почтовые и новостные сервисы сайта. Позднее планируется обновить файлохранилище диск Кип. О том, что на портале, на портал будет разлагаться большая надежда, это моё предположение. Конечно, об этом никто не говорил и с флагом не бегал, хотя определённые сигналы были. Но согласитесь, на месте РБК было бы логично предложить все усилия в этом направлении. На месте акционеров РБК в его сегодняшнем состоянии, с всеми там нюансами предыстории, было бы логично сказать, ребята, давайте сделаем полноценный, популярный, массовый продукт. Да, Антон? Да, я тут лицо не то чтобы заинтересован, но когда ты был заинтересован, я поработал в РБК и как раз имел некое отношение, в том числе, и к сервису KIP.ru. Что ж, там ты очень серьёзно был в отношении, мы с тобой помним, мы тогда общались по покупке одного из моих проектов с тобой. Да, 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 да. И в том числе, одной из моих задач было как-то вот интегрировать и придумать историю KIP-а в том, это было там 5-6 лет назад, раскладе, компании. Сегодня, смотрите, с KIP-ом какая история, вот как я её вижу и как, собственно, она за 5 лет не сильно изменилась. С одной стороны, есть достаточно популярный мессенджер, который, благодаря усилию тоже некоторых сотрудников и путём установки галочки там поставить страницу по умолчанию, смог вытянуть очень большую аудиторию в веб и создать, помимо мессенджера, ещё сайт KIP.ru, на котором аккумулировалось очень-очень много трафика. То есть, с одной стороны, всё это есть, популярный мессенджер и трафик. С другой стороны, это всё... По-моему, там порядка миллиона человек в сутки ходят. Да, там и больше бывало. И, то есть, на самом деле, технически всё очень круто. С другой стороны, как продукт отстал уже от конкурентов, мы не слышим про то, что KIP вообще есть как история. и вот когда CQ не то, чтобы умирала, но падение, была такая, такой афоризм, слоган, прекратите насиловать труп. Вот в данном случае с KIP-ом, мне кажется, несмотря на то, что любой пользователь всё такое, то есть, тут нужно не только технологически делать какой-то передел, но делать, подходить к этому с нуля. Не спасёт уже ничего. Я возвращусь к словам о портале общего профиля, о том, что буквально такого не существует, конечно, спецификации, знаешь-то, какой-нибудь такой ГОСТа, портал общего профиля, там, та-та-та. Нет, но тем не менее... Ну, простите, я хуаул. Нет, но есть некая формация, которая уже, ну, как бы, так сказать, джентльменские наборки, я это называю, сформировалась, то есть, это почтовый ящик, это, наверное, календарь, это файлы хранилища, всё это привязано к аккаунту пользователя, и вот это можно назвать порталом общего профиля. Что там, какой закос у каждой своей компании, некое своё направление, у всех свои, у Яндекса больше поиск, у мейла, ну, скорее, медиа, наверное, и почта, основной упор, там, у Гугла тоже, наверное, почта, не, поиск, прежде всего, но, тем не менее. Однако, есть ли возможность, как ты считаешь, второй вопрос, перезапуститься и сделать такой полноценный портал-конкурент общего профиля, можно найти какую-то свою нишу, которая бы его делала более интересным для публики? Ну, смотри, мне кажется, всё-таки, что, конечно, на это всё должен отвечать Антон, ну, потому что он знает гораздо больше про это, но, как мне кажется, у нас кип, это как раз, условно говоря, растущий портал, мог бы вырасти в портал, как, исходя из привычки пользователей к использованию мессенджера, да, это некая такая штука мессенджерная, однако, как правильно сказал Антон... Это субпродукт мессенджера, кстати, что пользователи сами-то, в общем, не собирались на него переходить, так получается, что им ставили стартовые страницы при инсталляции мессенджера, прежде всего. Но, как правильно сказал Антон, уже несколько лет, как история, эта штука не существует, поэтому на основе мессенджера очень сложно что-то сделать, поэтому, конечно, команда постоянно пытается переизобрести кип заново, например, насколько я помню, была идея сделать кип источником коротой инструкции и ответов на вопросы. Например, то есть, на самом деле, мой текущий тезис, что так получилось, то есть, это не... Ну, конечно, и вина РВК в том числе, и, возможно, там и я что-то где-то постарался, но так получилось, что купленный... Не достарался. Или не достарался, например, что купленный продукт пошел и был проинтегрирован путем совсем массовой какой-то аудитории и совсем каких-то массовых, не очень красивых решений, которые в итоге не смогли сформировать сильный бренд, который бы уселся на рынке. То есть, там была и технически достаточно шаткая конструкция, и юридически шаткая конструкция, и смена акционеров у компаний тоже, на самом деле, не сильно повлияла на шаг развития. И сегодня, несмотря на то, что вложено в это дикое количество сил, усилий, много работы, сделали какой-то продукт, местами, может быть, даже технологически достаточно хороший, но мир уже ушел дальше, и вот, субъективно, проще сделать все с нуля. И выгодно даже на базе существующей аудитории, на базе каких-то там технических решений создать что-то новое. я, может быть, сейчас выскажусь непредкорректно, заранее извиняюсь, мне кажется, что кип получился в итоге на сегодняшний день таким вот гомункулом, то есть, немножко искусственно образованным продуктом, где было слеплено много-много вроде формально правильно поставленных друг другом сервисов, внешне тоже вроде все они грамотно объединены, все вроде как хорошо, но он какой-то фантомный при этом получился. И эта фантомность она сродни, кстати говоря, еще одному проекту, который мне очень кажется странным, MSN, RUMSN.com, то есть, есть большой портал Microsoft, он какой-то тоже красивый, но и фантомный, я не знаю, зачем туда люди ходят, и по ощущениям... При этом там дикий трафик. Да, при этом там дикий трафик. Они там попадают, видимо, точно так же, то есть, случайно. Да, или случайно, вот как бы для меня всегда, смотрите, когда была дискуссия на тему того, отправлять ли, вот ставить дефолтную страничку keep.ru людям, при установке. С одной стороны, я считаю, что эта дикость и издевательство над человеком нечестно, плохо и нехорошо. С другой стороны, успех, который, ну, технический успех, цифра-то есть по посещаемости, технический успех, который был продемонстрирован, говорит о том, что я, в общем-то, на самом деле и не прав, что можно пойти и поставить пользователя по умолчанию и как-то потом этот трафик окучивать. Ну, вот так получилось. Ситуация такова, да, то есть миллион пользователей, которые какой-то фантомный миллион, вот так, с нашей точки зрения получается более-менее общего, есть политическая воля, есть желание руководства компании, в частности, руководства компании «Медиамир», входящей в холдинг РБК, это дело перезапустить. Послушаем комментарий Павла Рогожина, гендиректора «Медиамира», которому, собственно, все это дело потом и отдуваться. Мы первым на таком достаточно конкурентном рынке, на котором мы начали перезапуск продуктов, потому что остальные очень крупные игроки с большим количеством ресурсов активно развивали аналогичные продукты все эти годы, в отличие от РБК. Поэтому, первое, конечно же, удержать тот объем аудитории, который у нас есть в текущий момент, и показать в конце года рост на менее 10% по аудиториям показательств. Ну и, конечно же, с точки зрения денег, это подтвердить ту новую бизнес-модель для тип сервисов. Она не рекламная, это, ну, как бы, существенное изменение бизнеса, да, то есть, если раньше портал Кипру своим сервисом зарабатывал исключительно на рекламе, то здесь появляются новые там источники дохода, новый тип выручки, это совсем уже новый вид бизнеса для РБК в том числе, то есть, это как бы впервые там внутри компании РБК появляется такой прецедент. Конечно же, подтвердить все наши планируемые показатели по изменению диверсикации выручки внутри группы. Ну, в общем, планы такие, они более-менее спокойные, не наполеоновские, но тоже требующие прямых вложений, а вот их реально реализовать? Слишком наполеоновские планы, и мне кажется, что скромно достаточно. Вот если исходить из политики, что делать айбрендинг бизнеса, ну, даже того же самого Кипа, и айбрендинг технологический, идеологический, то рассчитывать на повышение аудитории достаточно странно. Логично было бы существующую аудиторию, которая может быть, тем более, не самая такая, качественная, хорошая, например, всю ее разогнать, скажешь, что, знаете, мы сделаем офигенный продукт, у нас сильно упадет трафик, но зато через перспективу мы вырастим. разогнать радикально очень звучит. Ну, а что делать? Представь, всегда говоришь акционерам, мы сейчас разгоним аудиторию, они говорят, что? Да, но вы сейчас будете тратить миллионы, 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 и все равно это в итоге уйдет в никуда. О, как грустно. А чего не хватает все-таки? Вот если представить себе, что мир идеален, мне очень понравилась однажды слышанная конструкция одного управленца. Давайте представим себе, что мир идеален. Что сделать для того, чтобы в этом идеальном мире Киев выстрелил и стал конкурентом Мэлру, прямо в лоб в лоб? Саш, есть два пути, на самом деле. Первый путь это начать дичайше экспериментировать. Например, сменить рекламную модель на другую. На пользовательские платежи? Да, да, да. Что-то такое там говорил Павел. Да, да, я про это и говорю. Необходимо, конечно, когда мы переизобретаем, необходимо дичайше экспериментировать, особенно если у нас нет все-таки лояльной аудитории, да, аудитории, которая специально, нарочно ходит на кип из дня в день. А второй путь заключается в том, чтобы втихаря нанять для какого-то, не знаю, как его назвать, VIP, для продукта VIP 200 человек, посадить их куда-нибудь в подвал, пусть они сделают все, что надо, и тут же закрыть кип и переименовать VIP в кип. И пусть они сделают какой-то идеальный продукт. Да, только никому об этом не говорить. Вот с некими оговорками я, пожалуй, соглашусь с Сашей, что параллельное создание абсолютно принципиально нового продукта, принципиально другой команды еще, не то, что я, Паша, прогрожен прекрасный человек и может быть даже там имеется ввиду внутри компании другой командой может быть выходом. При этом мне кажется, знаете что, ключевой момент здесь, это наличие реально мыслящего, имеющего потенциал и возможности архитектора всей этой истории, потому что вот сейчас там не хватает именно архитектора, вроде как фантомно, дом-то есть, здание существует и оно даже можно пройти по этажам, а фактически оно какое-то оно зыбкое, какое-то нерабочее, неживое, не сохраняются на них пользователи, не остаются в нем. И вот наличие этого архитектора или отсутствие и решит судьбу Кипа, ну собственно, а жизнь покажет, как оно случится. В конечном счете, коллеги, осталось 20 секунд, на которых, собственно, буду прощаться с вами и слушателями. Спасибо большое за ваше время. И вам спасибо. Спасибо. Значит, напомню, что это была программа «Урнет сегодня», звучащая для вас каждый понедельник с рассказом о главных новостях на событиях онлайн-среды. Меня зовут Максим Спридонов. Слушайте нас. Всего доброго и пока. Продолжение следует...